Друзья, добрый день! Вы на канале Уютное Чаепитие и с Вами я Ирина Резвая. Я сейчас буду готовить ужин. Буду готовить обычные котлеты, свинина, говядина, лучок, чесночок, приправу туда, перец, крахмала ложку и у меня хлеб в кипятке подмочен. Вот. Замочен или подмочен. Вот у меня еще сейчас чеснок еще я сюда натру. А пока я занимаюсь этими делами, время еще есть. Пять вечера. Скоро уже будет у меня Николя звонить. Пойдет с работы. Я думаю, поболтаюсь с Вами. Жарища снова наступила. Как говорится, недолго у нас играла музыка прохладная. Может быть, к вечеру станет полегче. Но сейчас просто душно. Даже не сколько жарко, сколько душно. Но готовить все равно надо. Я еще хочу капусту натушить. Друзья, сейчас я Вам расскажу одну ситуацию. Даже, может быть, это не история. Может и история. Ситуацию одной женщины, которая хотела бы услышать мнение со стороны. Советы. Может быть, какие-то женщины обращались к психологу с этой проблемой. И все равно ее гнетет чувство. Чувство одиночества. Чувство обиды. Чувство какой-то вины за собой. У нее отношения с дочерью плохие. И хотя за всю жизнь, что вот она живет, дочь уже у нее взрослая. Она все время дочери помогала. Помогала ей и жильем, и деньгами. Но они живут в разных... Значит, женщина живет в одном городе. Дочь живет где-то неподалеку. То ли другой город, то ли, может, другой поселок. В общем-то, не столь важно. Внуков ей она не дает. Дочь не дает женщине внуков. Внуки больше с ее мужем. У нее муж занимает какой-то такой не очень высокий, но пост. Он военно обязанный. И, в общем-то, он не из простой семьи. Семьи, где люди пользуются своим положением. То есть, зять, по словам этой женщины, тоже такой себе на уме. Привык быть потребителем, так как он один, по-моему, один ребенок в семье. Он потребитель. Ну, даже если он и не один, но он воспитан так, что только дай. А слово возьми в этой семье, семье ее дочери и зяте не существует. А началась эта история давно. Друзья мои, я одеваю перчатки. Привусь, извините. Перчатки одеваю, потому что здесь чеснок, лук. Ну, чтобы мои пальцы не съела. А так все, конечно же, я делаю. Мою руки, часто мою. Делаю все руками. Одеваем перчатки, чтобы беречь свои руки. История эта началась давно. Девушка познакомилась со своим будущим мужем. 18 лет. Он уже был после армии. После армии. Старше ее он был на 5 лет. Они начали встречаться. Он приезжал к бабушке в деревню. Каждое лето, по-моему, он приезжал. Они встречались. Она училась в медицинском. Они встречались по выходным. Просто гулялись. Жить они вместе не жили. У них были отношения на танцы ходить. Просто гулять. Он был такой с харизмой. Умел и поговорить, и поиграть, может быть, на гитаре. В общем, такой парень весь был. Конечно же, на таких девчонки и западают. Все у них вроде шло нормально-нормально. Все хорошо. И через два года, она когда уже была на последнем курсе, они решили пожениться. Я перемешиваю пока фарш, друзья. Они решили пожениться. Поженились. И поехали к этому мужчине. Они поехали к родственникам. Как уж там они, я не знаю, поженились. Ну, может быть, свадьба была. Нет. Ну, в общем-то, тоже не столь важно. Приехали. Говорит, и стало, говорит, мне понятно, что не больно нас там и ждали. А почему не больно ждали? Потому что они стали жить у его родителей. И он был любитель выпить. Но он не такой еще тогда был запойный и все. Но он выпивал. А отец категорически у него, категорически пьяниц не любил. И они скандалили из-за этого. И он его выгонял из дома. И доходило даже до драк с отцом. Представляете, вот так вот. До такой степени все это было. Доходило до этого, значит, жить становилось, говорит, как-то вот тяжелее. И они съехали. Дали, по-моему, им от завода комнату. Дали комнату. Сначала они съехали в эту комнату. А потом дали однокомнатную квартиру. А родилась у них девочка. Дочка родилась. И вот все это время он пить стал, короче, еще больше. И пьет, и пьет, и пьет, и пьет. Друзья мои, я отвлекусь, налью себе воды. Из-за его пьяных начались скандалы. Скандалы. Все это в одной, говорит, комнатке было. Представляете, до того, как им дали квартиру. Одна комната с подселением. И вот эти вот скандалы. Ребенок все это видит. Ребенок подрастает. Он может женщину даже ударить при ребенке. Хотя ребенка не трогал. Ребенка любил. Ну, как можно, да, любить ребенка. И обижать при ребенке, портить психику. Обижать при ребенке свою жену. Женщину, которая тебе родила этого ребенка, любимого. Ну, в общем-то, для меня это всегда было загадкой. Наверное, для многих тоже. В общем, время шло. Им дают квартиру. А он пить не перестает. Он не перестает пить. Он, ну, от завода, по-моему, где он работал, ему квартиру, то далее. Вот. За это время, значит, он начал сильно пить. Жили они уже в однокомнатной квартиру, которую ему дали. И с родителями он окончательно испортил. А, нет, он еще пока не испортил отношения. Что было дальше? Она, в общем, дотерпела до 18-летия дочери. И, ну, она работала. Она очень много работала. Потому что и дочку надо было тут учить. И он работу периодически терял. Денег, говорит, не было. Жили они очень-очень тяжело, друзья. Это я вот хлеб нажимаю. И в фарш выкладываю. Вот. И, значит, она решает с ним развестись. Развестись-то, развестись. А жить-то как-то надо. Идти-то тоже некуда. У нее еще тогда, по-моему, жива была бабушка. И у нее еще есть мама у этой женщины. Вот бабушка в другом городе. Да, бабушка вот в другом городе. И мама тоже. В общем, пока об этом не будем. Просто я вам заранее, что она была женщина-то не одна. Но все равно к матрии-то она не пошла. У них однокомнатную квартиру, которую они хотят разменять. Решают разменяться, потому что они еще развелись. Дочь, конечно, была против. Как это вот ты размениваешься? Куда мы теперь пойдем? Потому что я к чему сказала, что она очень много работала-то? Она работала много и очень не то чтобы редко. Но как мы все работаем с утра до вечера, да? С утра до вечера. Потом у нас домашние дела. Потом еще что-то. А если еще где-то подработка? Конечно же, она дочь строжила, чтобы не упустить ее. А папаша, видя, что она дочь-то строжит, он наоборот дочери давал послабление. Живи как хочешь. Что ты ее, говорит, слушаешь? И раз девочки сказали, вот ты можешь делать все, что хочешь, значит, папа хороший. Папа хороший. Папу надо любить за это. А так как ты меня все время оговариваешь, что это нельзя, да это нельзя, да живи. Правильно. Конечно же, дочь как-то больше к отцу. Потому что, вот я, например, мы разговаривали с Катей, с моей дочкой, да, обсуждали эту ситуацию. Она говорит, правильно, потому что у алкоголиков, у них реальность совсем не такая. Для них все хорошо. Вот все хорошо. Но гуляет ребенок допоздна, ну пусть он гуляет, да. Вот алкаши, вот они такие, они не понимают. Ну, Катя знает, что говорит, потому что знает. И, короче, значит, она разбудится и говорит, давай разменивать квартиру. А он сказал, говорит, квартиру ты разменяешь, на две квартиры нам не разменять тебе, если, ну да, она говорит, не с дочкой квартира, а тебе там, может быть, какую-то комнату. Он не согласился ни с подселением, никуда. И он сказал, квартиру продавай и отдавай мою долю мне деньгами. Ну, она так и сделала. Она продала эту квартиру, ему отдала деньги, его долю, и купила себе, вот, ну, поделили, там, видимо, они пополам поделили-то деньги. Она, значит, еще взяла, по-моему, кредит. И, да, она взяла кредит и купила однокомнатную квартиру им с дочкой. А он взял свои деньги, она родителям-то его сказала, говорит, давай, говорит, давайте, говорит, купим, говорит, ему что-нибудь. Потому что, говорит, деньги-то он себе профукает. Он деньги-то взял, а тогда он все жил у отца с матерью. Он уже, значит, становился агрессивным, совсем агрессивным, отца он и мать не слушал. И что он делает? Он живет, значит, у родителей, и эти деньги он просто-напросто пропивает. Просто-напросто он их все пропил. Вот. Родителям, значит, опять надоело, что он пьет и не работает. Они его вообще выгнали, лишили его всего там жилья. У них было полдома, по-моему, частного. А может быть, не лишили, что в наследство. В общем, дело в том, что они его выгнали. Выгнали, и он где только не скитается, бомжует. Ну, в общем, вот такой вот он, периодически он бросает пить, периодически он приходит в себя. И, ну, это ненадолго, они пьяницы, надолго людьми не становятся. Она за это время, эта женщина, пока вот там все это происходило, она, значит, купила уже двухкомнатную квартиру. Двухкомнатную квартиру, и у нее умирает ее бабушка. Не мама, а вот ее бабушка в другом городе, которая живет. И квартира, значит, от бабушки, бабушка при жизни посоветовала со своей внучкой, вот с этой женщиной, и, значит, разделила между внучкой своей и правнучкой эту квартиру на две доли. То есть, квартира этой женщины была разделена вот на две части. В общем, за бабушкой ухаживала только вот эта женщина. Ну, давайте ее назовем, допустим, Светлана. Вот Светлана, она ездила, ухаживала за своей, значит, бабушкой. Уже бабушке было много лет, бабушка отписала квартиру, внучка никогда не ездила. Ну, вот дочка этой Светланы, она не ездила, не ухаживала, не принимала участия. Потом, когда, значит, бабушка умерла, а для нее прабабушка, Светлана делала ремонт в этой квартире, сама, значит, приводила, да, квартиру в порядок, все. И она дочери сказала, говорит, доча, ты, говорит, сюда, говорит, приедешь бабушкину квартиру или, говорит, чего мы будем делать-то, говорит, у нас квартира с тобой, ну, там, в другом городе, где вот мы сейчас живем. А дочь наслушалась отца, потому что она отцу рассказала, что матери досталось наследство. И отец, говорит, пусть, говорит, мать туда, говорит, уходит. Ты, говорит, оставайся и живи в этой квартире, ты имеешь на это право. Может быть, он ей даже внушил что-то, его квартира, так как его квартиру разменяли, а она же на эту долю себе жилье-то стала покупать, хотя там уже и его деньгами-то, в общем-то, и не пахло. Он сказал, дочери прямо так и сказал, пусть эта сука едет и говорит, куда хочет, а ты, говорит, живи здесь, я тебе буду помогать, как могу, я выйду на пенсию скоро, в 60 лет я выйду на пенсию, будешь получать пенсию. В общем, такой лапши ей там навесил-навесил. Алкоголики любят весить лапшу, друзья мои. Они любят обещать, они верят в то, что они обещают. Ну ладно, женщина, значит, уезжает, дочь остается в этой квартире, начинает уже встречаться со своим будущим мужем. Муж уже точно, тоже, значит, муж уже в курсе того, что дочери перепала, значит, доля от квартиры, от прабабушкиной. И уже настраивает, говорит, давай, говорит, эту долю у матери забирай, иначе, говорит, напугая ее, что мы туда каких-нибудь гастарбайтеров там переселим. Вы понимаете, он начинает уже езжать, просто требовать. Дочек говорит, говорит, давай мне долю от этой квартиры, иначе вот мы сделаем так-то, так-то. Ну, женщина, что, говорит, я, говорит, этого, конечно, испугалась, и она отдала долю этой квартиры, и в свою очередь попросила дочь, чтобы та написала ей расписку, или как-то они юридически, может быть, оформили. Кстати, если не оформили, то хотя бы женщина, ну, наверное, все-таки она подстраховалась, женщина-то не глупая. Она отдает дочери деньги, папаша, а у папаши тем временем, мама-то уже померла, вот, которые жили-то, вот они, полдома у них было, мама уже померла, а он к ним не ходит, и у него умирает отец. А он и отца забросил своими пьянками, не навещал, и отец-то умер от инсульта, и его потом соседи двери даже вскрывали, вот, полдома, ну, что, человек умер, уже нету и нету. И, в общем, отцу было пофигу, что, ну, вот этому алкашу было пофиг, что отец помер. Единственное, что было не пофиг, ну, извините, что я так говорю, но на самом деле, да, могла бы грубее сказать. Единственное, что, к чему он остался неравнодушен, это полдома, которые остались на него и на его брата. Его брат не стал заниматься этим делом всем, и все дело они свалили, значит, на своих детей, всем разменом, вернее, всей покупкой, продажей вот этого полдома занялась вот дочка Светланы. Она, значит, продала это полдома, она поделила там деньги со своим там двоюродным кем-то там, то ли братой, то ли сестрой, и деньги, которые вот она выручила с продажи полдома, который достался по наследству вот ее отцу, она ему не отдала. Они ему сказали, что ты живи с нами, типа, а денежки, в общем, нам, мы будем квартиру покупать. Но у них были покупки квартир, потом, конечно же, все это, все это было, деньги они, да, они были такая сплоченная семья, хоть и потребители, они были такие зажиточные, все вот им, вот, как говорится, все в лапу. Вот. Мама, вот Светлана и говорит своей дочери, ты, говорит, купите, говорит, вы лучше ему что-нибудь, какое-нибудь жилье, говорит, что он будет к вам таскаться-то все время, купите. А он, говорит, у нас с внуками сидит, у него пенсия скоро будет, но пенсию ему не дали, и у них было очень жесткое разочарование, как раз пенсию-то прибавили, и он, такой у них облом. А что, деньги-то закончились, он им вроде уже как и не нужен становится, дочь обвиняет, мать, зачем ты вообще с ним развелась, он теперь вот ко мне вот прилип, он, мы не знаем, как, чего теперь делать, куда нам его девать, она говорит, так вы зачем его деньги-то взяли? Говорит, вот теперь пусть он у вас, а я, говорит, из-за него к вам в дом зайти не могу, вы мне ни внуков, ничего, и внуков ко мне не возите, тем более там разные поселения, она в городе, они вот где-то там, то ли в поселке, то ли в городе, в другом городе, ну, в общем, дочь все больше и больше злится на мать, она, значит, уже начала требовать, давай мне вот в этой квартире, которую вот ты приобрела двухкомнатную, давай мне тоже половину за эту квартиру, потому что она твоя, я здесь на птичьих правах живу, хотя, да, неужели бы вот мать не пожалела, все равно же тебе все достанется, тебе, твоим детям, нет, вот ее взять настраивает, иди у матери оформляй, пусть она оформляет тебе вот от этой квартиры долю, иначе вот так и так она у тебя отберет, потом все, а на что женщина ей ответила, что я тебе за бабушкину квартиру долю дала, а эта квартира, в которой ты живешь, будет моя, потому что, говорит, неизвестно, что вы там еще своими головами надумаете. В итоге, дочь мать ненавидит, но она периодически приходит к маме, но не то, что ненавидит, может, я сказала не так, но дочь обращается к матери тогда, когда ей что-то надо. А так как Светлана очень любит свою дочь, она ей помогает, да, у нее обиды, переживания, но дочка придет, поплачется, мама, дай, мы вот тут решили квартиру другую купить, нам не хватает, мама, дай, мама выбивается из сил и дает. А на маме еще, ее мама, которая уже старенькая, по-моему, ей уже 87 лет, и она к ней приезжает на лето, тоже уж откуда, где она может, тоже там квартира или дом есть, да, тоже, опять же, наследство. Ну, по крайней мере, говорит, ухаживать-то за мамой некому, к внучке уж она не идет. Вот, да, и случается, что женщина, Светлана, она заболела, у нее надо было ей операцию делать, после операции она еще была в таком тяжелом таком состоянии, тяжело ходила, ей еще надо за мамой ухаживать, и дочь ни разу не приехала, она сказала, у меня дети маленькие, мне некогда ездить. Вы знаете, я себе этого не могу представить никак, ну, не могу никак, потому что я, у нас тоже всякое было, но мои дети меня никогда не бросали, никогда не бросали. У меня, например, я не хвалюсь, я не хвалюсь, я вам вот в утреннем видео сказала, что в каждой семье бывает по-всякому. Мы тоже можем, у меня еще такой взрывной характер, а Катя любит, например, поучить, я могу тоже психануть, что ты меня учишь, да, но она говорит правильные вещи, все равно я к ней прислушиваюсь, правильно? И старшие дети, старшие тоже дети, так же, она-то у нас младшенькая, так же мне что-то там говорят, я, конечно же, включаю маму резко, да, но к детям тоже надо прислушиваться. Ну, если дети заботятся, заботятся о тебе, да, переживают за тебя, потому что у меня было, я заболела и заболела сильно, и Катя помогала мне, так же и деньгами помогала, когда вот нужно было срочно вот что-то там, какое-то лекарство подороже, она мне помогала, помогала мне во многом, в общем-то. Я не представляю, как если бы она мне сказала, мне некогда, у меня Тимуля родился, мне некогда тебя навестить. Нет, я вот этого не понимаю. В чем тут проблема, да, как она воспитывала свою дочь, она старалась ее воспитывать, она работала, она вкалывала, но там был второй человек, который делал дочери вот послабления такие, пожалуйста. Просто, я тут фарш, друзья мои, я отбиваю, и, в общем, женщина теперь плачет, плачет, говорит, так мне больно, говорит, от того, что я не нужна, говорит, как надо ей чего-нибудь там, мама, а мы вот это вот, нам, а вот это надо, поможешь, помогу, помогу. А дочь уже, конечно же, уже и квартирку сменила, и, ну, мама тут тоже ей дала пару дельных советов, дочь, слава богу, прислушалась. А так нет, вот, говорит, недавно, говорит, дети были, а дочь, говорит, со мной даже не здоровается и не пишет, все ей некогда. Мне, мама, не до тебя, ты вот у тебя, ты богатая, у тебя там наследство, у тебя то-се. Я ей сказала, вы понимаете, я вот, она говорит, что мне делать, как мне заслужить прощения, прощения за что? За что ей просить прощения у своего, у своего ребенка, у своей дочери? В моей ситуации, да, я каждый раз говорю детям, говорю, что я вам испортила детство, ну, потому что нельзя жить с алкашом, дети тебе, как раньше, ой, надо жить ради детей, дети, спасибо, не скажут, не скажут. Ну, я не ради детей жила, я уже тут, свою историю я уже тут молчу, не буду ничего говорить. Вот, а тут вот она, она все время ей там позвонит, там, доченька, ты уж меня извини, а доченька, она наглеет, я ей сказала, я говорю, если бы у вас сейчас, вы с ней не разговариваете, она вас там блокирует, или вы там ее блокируете, да, стараетесь ее внимание привлечь, говорю, вы живите для себя, вы живите, вам уже сколько, ей где-то, наверное, 56, что ли, как-то, или к 60, я говорю, поймите, что вам надо для себя жить. У вас есть жилье, у вас еще есть престарелая мама, и вы еще, она вроде бы даже еще работает, понимаете, она работает. Говорю, было бы у вас пару лишних миллионов сейчас, вы бы сказали бы дочери, дочери, у меня тут пару лишних миллионов есть, тебе всякое не надо, дочь тут же бы прибежала бы. Дочь выросла потребителем, пусть она вот, если она смотрит, она, да, она будет ждать этого выпуска, может быть, я, конечно, полностью, друзья. Я, конечно, полностью, друзья, не, может быть, не передала вот этих всех эмоций, всего то, что женщина мне много доверилась, написала. Тут не хватит, вечера не хватит все это говорить, потому что мы с ней общаемся, и голосовыми она мне тут рассказывает, и пишет она мне, да. Времени не хватит все вот это пересказать. Может быть, я что-то недоговорила, но я знаю, что я недоговорила, там, может быть, что-то неправильно я донесла, но суть-то одна. Суть-то одна, он пока не пьет, пока не пьет, он все с внуками, с внуками, и вот она говорит, забирай себе папу обратно, куда ему некуда идти. Нет, ну вы интересные такие, вы у папы взяли деньги, он вам пообещал горы золотые, да, а теперь нам, а теперь папу забирай, мне, говорит, смотреть даже на него противно. А с какой стати? Вот дочь злится, что сейчас отец еще там, а как, а, а отец-то еще что сделал? Отец ведь ей не только тут денежки дал, отец, она захотела, значит, машину, отец берет кредит на эту машину, ему еще дали кредит, представляете? Он дает денежки своей дочери, дочь, конечно же, довольна, и отец не платит кредит. На что дочь с зятем сказали, ай, да и не плати, можно не платить, мы там у знакомых юристов проконсультировались, можно и не платить. Так вот, на нем еще висит кредит, пенсии у него нет, жить ему не на что, он живет, конечно же, у них. Ну, у нее, наверное, какая-то вот, может, доля вины есть, и она отца-то не гонит, но там на взводе, и зять на взводе, зачем мне нужен твой папа? Отправляй его к маме, у нее очень много наследства, у нее, смотри-ка, вот там, вот это у нее есть, да вот это у нее есть, пусть с матерью живет, представляете, вот такой тоже зараза. Вот. Мать спросила как-то у нее, слушай, говорит, а у тебя, вот, Светлана, спросила своей дочери, у тебя, говорит, вообще совесть есть? Вот совесть у тебя есть? А она сказала, а я не знаю, что такое совесть, понимаете? Я не знаю, что такое совесть. И вот женщина плачет, у женщины очень часто вот эта вот, знаете, депрессия, она, конечно, читает книги, а я ей говорю, я говорю, нет, она, ну, в санаторий она вот съездила, тут в санаторий ездила, внуков даже ей тут разрешили взять к себе на несколько дней. Лучше, конечно, вот внуками шантажировать, да как совсем последнее дело? Ну, не должно быть этого, ну, вот просто не должно быть этого. Друзья мои, сейчас я намою руки. Мне так удобно в этих перчатках вымешивать и тесто, и фарш, потому что их можно помыть, они не рвутся, очень удобные, руки целы. Вот, вот так вот, фарш-то я перемешала, вот такая, скажете, смешная, да и рассказывает, и есть, готовит. Ну, я, вы знаете, я перца не посыпала, перца красного я не сыплю, посыпем, наверное, немножко черного. Вот, вот как вы думаете, друзья, что делать этой женщине? Я, например, ей сказала, все, взять, заняться собой, своим здоровьем, отдыхом, потому что Баби Век, как говорится, недолог. Это, ну, я имею в виду, когда вот еще женщина в силе, но она все свои силы, всю свою молодость потратила сначала на житье вот с этим алкашом, потом она зарабатывала на квартиры, она ухаживала за бабушкой, она ухаживает за мамой. У нее совсем на себя времени нет. Лучше бы, говорит, я возилась бы с внуками, жила бы ради внуков, и не была бы я в такой депрессии. А там нет слова возьми, там есть слово дай, и это очень плохо. Я очень долго собиралась рассказать эту историю. Я просто не могла вот это все воедино собрать, я не могла понять, почему такое происходит. А прежде чем рассказывать, мне очень интересно, друзья, вот самой в это вникнуть и понять, почему происходит. Вот войти вот в эту вот жизненную ситуацию, друзья, да, хоть вы мне и пишете, а вы через себя не пропускайте. Мне тут вот еще девушка одна вот пишет, тут Есения мне говорит, что вы не надо так, вы так на все реагируете тяжело. Потому что да, потому что я, может быть, тоже как, ну, как вот пережила какую-то ситуацию. И мне очень хочется людям помочь, ну, хотя бы вот просто поговорить. Я не психолог, нет, я вообще далека от этого всего. Но человек, который когда-то пережил что-то, вот женщина мне так и написала, Ирина, вы пережили ситуацию. Как вы думаете? А я против вас пока руслали. Хорошо, что у меня половичок? Вот так вот. А я сейчас, что я буду делать? Я сейчас нарежу капусту. Буду тушить капусту, потому что Коля у меня пойдет после работы сейчас парикмахерскую, говорит, оброс как лев. Вот, я, наверное, сейчас этот ролик-то выгружу. И, возможно, возможно, через, может быть, уже часик, сейчас я посмотрю его еще раз, пока у меня тут фаршик настаивается, пока есть время. И я, наверное, этот ролик выпущу сегодня, друзья мои. И у меня, вы знаете, у меня просьба, даже вот не моя просьба, просьба этой женщины, она хочет почитать, она хочет услышать совет, может быть, да, но хотя сколько бы ей советов не давали, я ей говорила, и психолог, по-моему, она к психологу ходила, она все равно вот себя гнобит, она себя ругает, что я в чем-то виновата. А в чем? И она, дочь-то спрашивает, а в чем я виновата, в чем? Ну, дочь, конечно же, дочь видит такое поведение, дочери такое поведение матери выгодно. Вот я считаю, что дочери выгодно маму сделать виноватой. И с мамы поиметь, чем больше, тем лучше. Дочь понимает, что, как бы это ни страшно звучало, дочь понимает, что все достанется ей. Вот, все, как обычно, друзья, камера перегрелась, пока я тут митинговала, я уже даже капусту вот начала резать. Но сейчас я хочу с вами попрощаться до завтра. Сейчас я постараюсь этот ролик выгрузить. Друзья мои, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите ваши комментарии, буду очень и очень вам благодарна. Так, а что еще я хотела сказать напоследок-то? Что-то ведь я хотела добавить. А, друзья мои, пожалуйста, поддержите эту женщину, напишите, пожалуйста, совет. Может быть, где-то недобрый. Пишите правду. Вот я, да, я перед тем, как камера отключилась, я вам говорю, да, что дочь, дочери это положение вещей выгодно. Выгодно сделать маму виноватой, выгодно с мамой поиметь и выгодно, это мое мнение, вот обидится на меня Светлана или нет, я не знаю. Но я тоже вправе высказать свое мнение. И пожелание вам, Светлана, мы еще, конечно же, будем общаться и голосовыми. Возможно, вы мне позвоните, что-то, может быть, я не так рассказала, но суть такая. Но я вам говорю вот сейчас при всех, что вам надо жить для себя. Для себя надо будет, вы еще мне сказали, что внуки вас не признают. Конечно, они вас признавать не будут, потому что так действуют на них родители. Но что делать? Я не знаю, вырастут внуки, поймут или нет. Редко такое происходит, когда ребенка с детства накачивают одной информацией, и редко ребенку переключиться на другую информацию, на другую жизнь. Вам уж тут надо как-то действовать. Будем вместе думать, размышлять. И от всей души вам желаю, чтобы вы все-таки продолжали жить как женщина. Вы самодостаточная и уверенная в себе. Друзья мои, все на этом теперь все. До завтра. Продолжение следует...